Здарова, друзья! Это Ника86. В общем, ребята, новый объект. Двушечка. Так, что тут нужно делать? Всю квартиру нужно штукатурить под маяк. Это зал. Это коридор. Спальная. Кухня. Кухня шикарная. Она просто большая, классная. Так. Ванная и туалет раздельные. В самой ванной не будет. Здесь будет душевая. Все будет из плиточки. Вода будет на пол стекать. Здесь типа перегородка должна быть стеклянная. Ну, здесь все просто. Здесь, как я говорил, все под маяк. Насчет электрики. Она здесь уже готовая. Человек до нас уже все сделал. Все четко, все красиво, все по уму. Ну, вообще огонь. Отопление тоже готово. Наша работа только штукатурка. Залить в полы. Все. Отшпаклевать. Плитка. По материалам, что, ребята, здесь? Там, где вода, у нас Ротмонд. Это ванная и туалет. Здесь у нас просто джет-бао-кристалл на эти комнаты. Так. Что насчет клея? Клей ЮНИС. Духтысячный. Шпаклевка Старатели. Так. Грунтовка. Сначала идет грунтовка у нас. Это церезит. Здесь, в чем прикол? Здесь бетон. Он скользкий, глянцевый. На эту стену нужно нанести бетоноконтакт. Прежде чем нанести бетоноконтакт, нужно все обработать любой грунтовкой. Либо универсальной, либо глубокого проникновения. Нужно убрать пыль и, как бы сказать, подготовить поверхность. Потом только наносить бетоноконтакт. Здесь надо наносить на две стены. Здесь уже есть штукатурка. Здесь просто грунтовка. Где есть трещины, где есть трещины, специально купили сеточку. Будем на сетку все штукатурить. В общем, по углам, я как понял, везде нужно. Ну и плюс еще. Здесь будут стыки. Тоже нужна сеточка. Здесь будет кирпичом докладываться в проем. Здесь будет гипсокартон потом вверх. И нужно все это заармировать. Так, кирпич уже куплен. Все есть. Так, по проводке здесь тоже все огонь. Но маленькое примечание. Зря, наверное, все-таки сделали подрозетники. Их придется демонтировать, потому что толщина будет. Так. Ну, в принципе, ребята, все. Сейчас начинаем все грунтовать и штукатурить. Да, и еще. Здесь была везде краска. Брали вот эту химию. Люди мазали, она слетала, шкурили все. В общем, вот висок. Советская краска сошла. Вот она была. Здесь тоже, получается, все нужно обработать бетонно контактом. Плюс заделать вот эти трещины. Также газ будет переноситься. Вода тоже будет здесь. Благостно первый этаж. И все, что угодно можно творить. Можно сюда, сюда вывезти. Просто по барабану. Плюс первого этажа. Да, и еще насчет туалета. Как видите, здесь вбили штукатурку. Из того, что она бухтела. И плюс еще размеры. Если на ту кривую штукатурку еще нанести, маяк, то туалет очень сильно убавится. Так что приходится здесь вот все сбивать. Ну, плюс она бухтела. Так и так нужно было сбивать. Здесь все будет меняться. Нам нужно сделать стек максимально производительным. И из того, что ванны нет, получается, будет как типа душевой. И нам нужно, в общем, вот эту кристалину утопить в пол. Это делать мы не будем. Будет делать отдельно взятый человек. У него будет гарантия. Слезать фирмы. В общем, пусть занимаются этим делом. И потом просто, конечно, пол-то зальем. Уровень поднимем. Здесь будет уже трубайте. Вот тут будет все. И все. Все будет в ажуре. Ну и все. Все, ребята. Приступаем к работе. Сейчас батя взял кремера. В общем, купили кремера. Покажу, какой фирмы. Ну, можно любую, в принципе. Вот это стоит 50 штук, 108 рублей. Потом жюбеля. 750 штук вышло, 600 рублей. Шестерочка на 52. Ну и саморезы тоже вышли. Это в районе до 1000 рублей. Вот. Ну и все. Антолочка зарезит. Она слегка желтоватая. А старатели белые. Ну вот, отец делает вертикали. Размер. Разметка. И потом пойдут кремера. Вот с таким интервалом. Потом через 32 будем метки делать. Сверлить, дюбеля забивать. И потом грунтовать. Ну, смотрите. Первый слой грунтовки нанесен. Сейчас все высохнет. И начнем кистью умазывать бетонный контакт. Ну, теперь берем бетонный контакт и начинаем наносить. Равномерным слоем. Именно только такой щеткой. Так. Вот так все получается. Все в ажуре. Слой равномерный. Песочек есть. Все четко. Наносится очень классно. Очень приятно работать. Ну что, какая-то стена сохнет. Батя, он уставляет маячки. Здесь он уже все просверлил. начинаю грунтовать. И момент. Вот такие моменты не упускайте. Здесь было все в принципе нормально, но я начал ковырять. Вот это можно устранять. В идеале, конечно, тут еще герметиком пройти. И здесь нужна сетка. но смотрите, как все получается. Вот такая красота. И на этот случай есть сетка. Сеточка, сеточка тут была на кухне. вот она. Наклеим на угол и трещины уже не должны повторяться, если только дом не сядет. дом то вроде как уже сел. так что, ребята, смотрите, мы молодцы. Мы очки отец выставил. Слой небольшой, нормальный, по-божески все. Здесь все подсыхает, но сегодня штукатурить не будем. Во-первых, устали, во-вторых, все это должно окаменеть. Здесь вот, например, час назад обработали, здесь уже высохло, тут все еще живое, какое-то пятно. Здесь когда-то чем-то уже обрабатывали. Так. Не впитывает. Да, не впитывает. Это хорошо. Так. Здесь ванная комната, а здесь первым слоем все обработал грунтовкой. Здесь тоже ну, слегка бетоноконтактом остатки оставались. Но так все выглядит. Следующий видос мы начнем все штукатурить. Будет в принципе тоже интересно. Посмотрите, как все будет выглядеть. Еще раз повторяюсь, маячки вытаскивать не будем. Здесь не под покраску, не сухое помещение. В общем, вытаскивать смысла нету. Так, вот эта стена, она не под маяк, а под правила. Из того, что здесь отопление тут никак не подберешься. Ну все, на этом все, ребята. Кому интересно, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что да как, свой опыт, с каким бетоноконтактом вы сталкивались. Например, не помню, какая фирма, отец пользовался очень давно бетоноконтактом, там, блин, в основном один песок и наносится крайне-крайне все сложно. А здесь вот мне понравилось, все четко, очень приятно работать, старатели молодцы. Но это не реклама, это просто хороший отзыв. И, кстати, грунтовка тоже классная, здесь даже ПВА добавлять в принципе больно-то и не нужно, церезит. Без добавления ПВА очень клейкая, очень огонь. Но, наверное, стоит дорого, цену не знаю. Все, ребята, всем удачи и пока!